Тяжелая атлетика для хрупкой Ирины Мещук – дело жизни. 9 лет назад она узнала об этом виде спорта, после чего решила в нем остаться. Как выяснилось, судя по наградам и личным достижениям, не напрасно. Но без труда не выловишь и рыбку из пруда, а уж о поднятии штанги и говорить не приходится. Поэтому Ирина отдает тренировкам практически все личное время. Медали, которые девушка привезла из Сталина, достались ей только благодаря выносливости, упорству и силе воли. Несколько месяцев до отъезда она буквально жила в зале, тренируясь на износ. Сложился стереотип у людей, что если ты тяжелая атлетика, они посмотрели, чемпион 120 весит, все, они все такие. Девушки – это мужчины ходящие, голоса грубые, это все детские такие, какие-то накрутки многих людей. У нас есть весовые категории, у нас есть девочка, которая весит 120 кг, а есть девочка, которая весит 44. С недавнего молодежного спортивного форума, который прошел в Сталине, Ирина привезла сразу три медали, две из которых – серебряная и одна бронзовая. В сумме двоеборья Ирина заняла почетное второе место, уступив первой россиянке. Рада ли успеху, конечно, но Ирине этого недостаточно, мечта – Олимпиада. И хотя сейчас у спортсменки период восстановления, девушка все равно посещает тренировки. Правда, тренируется в полсилы. Тренер атлетки Александр Самадаев предупреждает, что скоро вновь начнутся упорные занятия спортом, а с ним Ирина спорить не привыкла. Я как-то какое-то время ездил по сельской местности, искал талантливых спортсменов. И в один из таких моментов в Малорицком районе я проводил соревнования по многоборью, по УФП. И там Ира, тогда она была в восьмом классе, очень хорошо себя проявила, стала победителем этих соревнований. Очень там прыгала, отжималась, очень много чего делала. Выделяла не только среди девочек, но и среди ребят. Я обратил на нее внимание, пригласил ее в Брест, в училище Олимпийского резерва. Из 2004 года она здесь у нас. И до сих пор мы вместе тренируемся, работаем. За это время она добилась очень многого. Уже буквально через год после того, как она приехала, появилась здесь, она на первенстве Европы среди кадетов установила три рекорда Европы. И привезла три медали – золотую, серебряную и бронзовую. Личного времени Ирине, как и любому серьезно занимающемуся спортсмену, редко хватает. Поэтому девушка взяла в привычку расходовать его рационально. Это позволяет чаще видеться с близкими людьми и не забывать о своих увлечениях. Ведь помимо любви к спорту, у Ирины есть и другие интересы. Занимаюсь, помимо тяжелого детства, точнее не занимаюсь, а хобби, я бы сказала, мое это фото. Люблю очень фотографировать друзей, близких, родных. Получаю массу удовольствия от улыбок, от радости. И стараюсь в дальнейшем связать судьбу именно в этом направлении. Ирина Мищук уверенными шагами движется вперед, каждый год завоевывая новые награды. Ей есть чем гордиться, но она не привыкла выставлять на показ свои достижения, аргументируя это тем, что все еще впереди, а значит и работать есть над чем. Редактор субтитров А.Семкин